Свою рабочую поездку в городецкий район заместитель губернатора Сергей Морозов начинает с посещения самого нового микрорайона Галанина. Внимание к большой детской площадке. Она появилась в рамках программы формирования комфортной городской среды. Теперь это центр притяжения для всей местной детворы. Здесь установлены объекты как для малышей, так и подростков. Постарше дети на тренажерах занимаются, помладше здесь вот мы с детьми гуляем. Поэтому я думаю, что популярно. Тут народу много. Очень удобно выйти с ребенком погулять. Места тут достаточно. И качельки, и песочницы, и горки. В принципе, для ребенка это удобно, комфортно, весело. Игровую спортивную зону на будущий год планируется расширить. Сделать это позволяет и свободная территория в микрорайоне. Выполнение некоего спортивного ядра, также освещение, благоустройство, дорожки, малоархитектурные формы. Для того, чтобы жители в новом микрорайоне, который активно развивается, требует новых общественных пространств, чтобы у них были комфортные условия для проведения свободного времени. По мнению заместителя губернатора Сергея Морозова, уже необходимо работать на перспективу, а именно готовить проекты социальных учреждений для развития нового микрорайона. В перспективе планируем, что должен появиться и детский сад для маленьких жителей уже этих микрорайонов. В основном молодые семьи туда сейчас переезжают и дальше будем работать и со строительством школы. Уже в следующем году в городце планируется реализовать масштабный проект благоустройства. Речь о четырех общественных пространствах в центре муниципалитета. Площадь Кольцова колодца, парк пионерий и сквер имени Ленина и неизвестного солдата. Планируется создать единую пешеходно-туристическую зону. С этим проектом городец стал победителем всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». Это и пешеходная доступность, общественные пространства, которые будут восстанавливаться, воссоздаваться, получат новую жизнь, новый виток. И, конечно, это все с музейным кварталом должно быть интегрировано. И в конце концов это должно принести другую атмосферу в период празднования 800-летия святого благоверного князя Александра Невского. На реализацию проекта будет направлено 70 миллионов рублей. По контракту сдача объектов намечено на август следующего года. Но в городецком районе рассчитывают успеть уже ко дню города, к июлю. Сергей Щеплягин, Владимир Гайдай. Время новостей.